Есть замечательное стихотворение, я не буду его зачитывать, длинное оно, Юрия Левитанского, там две строчки только. «Я не участвую в войне, она участвует во мне». Вот эти строчки вслед за Юрием Левитанским могут сказать себя огромное количество русских, советских людей, потому что последние десятилетия, к сожалению, подарили нам не только хорошее, но и много тяжелого, трагического, военного, героического, всякого. И вот здесь сидящие в зале тоже об этом могут так о себе сказать. Вот сейчас мы начинаем презентацию книги про замечательного нашего друга, моего друга близкого, Руслана Султановича Аушева. Но для начала я хочу сказать, что в этом зале присутствует многие, ну не многие, целый ряд людей, которые испытали на себе и ужас, и тягота войны, и стали настоящими героями. Я хочу назвать Бориса Силовича Громова, который начинал военную афганскую в должности начальника штаба дивизии, потом был командиром дивизии, где мы с ним познакомились в Шенданте в 81-м году. Потом был представителем генерального штаба в Кабуле, потом был командующим 40-й армии и выводил эту армию из Афганистана в 89-м году. Потом был командующим киевским огрум военным, изместителем министра обороны и губернатором Московской области. Ну все знают Бориса Силовича, и он здесь среди нас. Руслан Аушев без друзей немыслим, вообще абсолютно немыслим, потому что Руслан Аушев делали хорошие люди. И мы все обязаны тружбой с Русланом Аушевым, потому что он делал нас. Вот это вот взаимный процесс очень важен. Вот его звезда всегда грела нас всех, да? Вот эта геройская звезда, его обаяние, его честь, его характер, его отвага, его характер, его жизнь, она всегда нам помогала, по крайней мере, нашим близким людям, которые с ним всегда по жизни шли и идут. Вот с этого я хотел бы начать нашу презентацию. А хочу дальше сказать вот что. Руслан Аушев – герой национальный, все знают. Причем давно герой уже, больше 35 лет. Но удивительная вещь, про него до сих пор, до недавних пор не было ни одной книги. Ну, ни одной. Это, почему? Потому что отказывался. Я много раз к нему подступал, как его друг, как журналист, как автор многих книг. Давай напишем. Нет, 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 нет. Путем гигантских хитростей, 4 года назад книжку мы выпустили одну про него. Хитростей там разных. Просто он какие-то байки рассказывал, я записывал, за ним ходил, книжка вышла. Это правильно. И вот, наконец, сегодня вышла настоящая полная биография нашего национального героя. Почему это важно? Потому что нужны книги, которые бы показывали не только банкиров, бандитов, шоу-бизнес и всякую другую публику, которые показывали бы настоящих людей, людей совести, людей бескорыстных, людей, живущих высокими идеалами, каким является наш сегодняшний герой. И я с удовольствием... Да, я бы хотел от имени всех присутствующих выразить благодарность молодой гвардии и его директору Юркину Валентину за эту книжку, за то, что они все-таки эту книжку выпустили. Она вышла в серии ЖЗЛ, биография продолжается. Кстати, в этой же серии вышла книга раньше про Бориса Селыча Громова, в этой же серии ЖЗЛ, биография продолжается. Да, да, правда. И это здорово, это здорово. Поэтому первое, что хочу сказать, это благодарность молодой гвардии, ее директору. И пусть сейчас автор книги, Александр Юрьевич Бондаренко, скажет, как удалось ему уговорить этого молчуна и скромника на то, чтобы он рассказал о своей жизни. Добрый день. Спасибо, что пришли. Очень приятно видеть столько народа. Уговаривать не пришлось, потому что эта идея издательства «Молодая гвардия» Единственное, мне был звонок от главного редактора Андрея Витальевича Петрова. Хочешь такую книгу, подумай, хочешь сделать. Через две минуты я позвонил, говорю, Андрюша, очень хочу. Поезжаю к Валентину Федоровичу. И Валентин Федорович посмотрел на меня своим мудрым взглядом и сказал, Александр Юрьевич, я так подумал, наверное, ты можешь. Я сказал, почту за честь. Вот вся история этой книги. Поэтому, если говорить уж об этой книге, если мне слово дали, то это книга о Руслане Султановиче, о нашем замечательном времени, о людских судьбах, о политических амбициях, ну и где-то, может, перспективы нашего будущего. Поэтому, не занимая долго времени о книге, пусть потом говорят читатели, я хочу еще раз сказать огромное спасибо издательству «Молодой гвардии», всем людям, которые меня поддержали, Валентину Федоровичу лично, который на меня обратил взгляд, что было очень приятно. Большое спасибо Руслану Султановичу, с которым у нас сложились доверительные отношения, мне так кажется, ни одного непонимания не было, очень хорошие разговоры были. Помощникам Руслана Султановича Петру Васильевичу, другим людям, которые всегда очень тепло принимали, редактору моей книги, опытнейшему Анатолию Петровичу Житнухину, ну и всем тем людям, которые будут читать. В общем-то, все, что здесь можно сказать. Спасибо. Именем Руслана Аушева называли пионерские дружины, школы, рабочие бригады, целые заводы и фабрики. Вот клянусь, так было. Когда статья про него вышла в «Комсоможской правде» в 87-м году, после его тяжелого ранения, под названием «Он вернется», эту статью перепечатали тогда все областные, краевые, республиканские газеты Советского Союза. Это случай не бывалый вообще в истории СМИ, такого не было ни до, ни после. Не потому что статью там написал хороший журналист, я себя имею в виду, а потому что герой настоящий не было, был дефицит на героев. Космолавты немножко поднадоели. А вот это был такой прорыв вообще, да? И к редакции «Комсоможской правды» была завалена письмами. Мешки с письмами приходили, тысячи писем, десятки тысяч. А делать писем меня проклял тогда за эту статью, потому что люди работали день и ночь, разбирая эту почту, надо было отвечать на нее по тем временам, сортировать, регистрировать. Вот такая была репутация Руслана Султановича Аушева. Когда он стал во второй командировке начальником штаба полка в Кабуле, второй поезд, приезд в Афганистан, к нему из Советского Союза нелегально прорывались солдаты. Вот они отдыхали в отпуске, где-то там служа в Германии, а потом кончался в отпуск, а ехали в Афганистан к командиру полка, к начальнику штаба полка Руслана Аушева. Такой у них был гикий авторитет, невероятный авторитет. Вот такой человек сегодня среди нас сидит, герой книги. Давайте поаплодируем нашему герою. Добрый вечер. Ну, про Руслана и легко говорить, и в то же время сложно, но, пожалуй, все-таки легко. Но я хочу начать с того, чтобы поблагодарить молодую гвардию Валентина Юрьевича за то, что они делают такие полезные вещи, такие издают книги, которые, конечно, нужны нашему обществу. Не только сегодня, они нужны были всегда, они были нужны с самого начала. Я всегда говорил ему, что значит название «Замечательное, классное, молодая гвардия». Это здорово. Спасибо вам огромное за то, что у нас наш друг сегодня тоже имеет какое-то отношение к молодой гвардии. Но он и до этого имел, понятно. А теперь несколько слов про него. Да, действительно, в январе, даже я помню число 20 января 80-го года, первый раз я, когда попал в Афганистан, приехал туда в Папахе, полковник. Естественно, там в форуме никого не было. Я быстренько это все убрал и до конца 80-х годов забыл про эту форму. И мы там с ним познакомились. Молодой человек, старший лейтенант. Не поверите, но он служил тогда, наверное... Ну как не поверить? Поверим. Можно сказать, да, Руслан? Он служил в медсанбате, в медицинском батальоне, где процентов 80 были женщины. И вот он ко мне подходил, говорит, товарищ полковник, ну не может кавказский человек среди баб работать. Ну категорически нет. Ну переведите меня. Ну перевели моего, его родной уже полк, 180-й, где он два захода в Афганистане служил. Руслан, конечно, выдающий человек, в этом сам и нет. По-настоящему выдающийся, потому что он очень много видел, он очень много пережил. Он умный, он уже мудрый, да и до этого был мудрый. Он скромный необычайно человек. Во всех смыслах. Я по жизни много с ним, естественно, общался. Он знает и мою семью, я его знаю. Я знал его родителей, замечательные люди. Ну, в общем, вот так вот породнило нас это событие, которое было в Афганистане. И я этому очень рад. Потому что про Руслана Хаушева, я его зову просто, Русланчик, про него, конечно, можно и нужно говорить очень много. Но поскольку он человек, который чувствует, кто и что говорит, то вот сегодня, пользуясь случаем, я еще раз хочу сказать, что Руслан потрясающий, замечательный человек, который действительно по жизни очень много пережил, видел. И хорошего, и плохого. И вот это тяжелейшее ранение там наверху на перевале, почти на перевале, ну и так далее. Мы с ним вспоминаем Афганистан, не часто, но вспоминаем. И говорим о том, что Афганистан, конечно, тяжелейшее время было для всех. Независимо, кем ты там был, солдатом, генералом. Ходил на боевые действия, не ходил. Участвовал, не участвовал. Но тяжелое время, вот могу сказать, за эти пять с половиной лет тяжелейшее время было и для меня лично. И не очень часто я вспоминаю эти времена, хотя во мне это постоянно находится. И среди тех, которых я постоянно вспоминаю, естественно, и Руслан Аушев. Вне всяких сомнений. Хотя со мной, как понятно, очень многие служили. Но Руслан занимает особое место. Я, как это говорят-то, я книгу не читал, но я про Руслана все знаю. И представляю, что там написано. Конечно, хорошее написано, в этом сомнений нет. И спасибо человеку, который писал эту книгу, еще раз молодой гвардии. Руслан, и тебе спасибо огромное, что ты есть у нас такой красавец, такой замечательный, такой правильный, честный, мужественный, геройский, по-настоящему человек. Будь здоров и далеко не отрывайся. Я по своей журналистской работе и, конечно, по своей биографии, потому что я там, скажем, повидал полсвета точно. Был 49 раз за границей, объехал всю страну и так далее. И знаком с десятками тысяч людей. Но я уже часто говорю, это иногда крепко выпивши на его юбилеях разных, что я более порядочного человека в жизни не встречал. И человека, который именно как бы опорой является в самые тяжелые для народа беды. Я помню, как я еще был депутатом Верховного Совета, и мы обсуждали на Верховном Совете России вопросы по поводу разделения границ между Ингушетией. Ведь какая ситуация получилась? Когда Чечня отделилась, то Ингушетия практически осталась там вот эта, Назрань, маленький городок. И ничего там больше не было уже. Власти не было совершенно. И Руслан сидел на наших заседаниях, которые, в принципе, были скучны. Но что такое в тех размере, в тех великих задач, которые мы тогда решали, какая-то маленькая Ингушетия, в которой надо было провести границы. И он сидел и добивался того, чтобы приняли какой-то закон, хотя бы обеспечили это дело. Я помню, ко мне подошел известный человек и уважаемый мной, Сергей Ковалев, вот этот знаменитый диссидент. И мне сказал, ну что ты протолкиваешь это все? Да зачем это сейчас? Ты не представляешь себе, если мы этот закон примем, там такая резня начнется. И не приняли. И через некоторое время именно резня началась. Я помню итогом этого дела, когда я был в Назране, я сделал передачу такую по этому поводу, когда на площади лежало порядка 300 или 400 мертвых людей. Когда перед этим люди бежали через горный перевал и в пропасти падали дети. И я тогда страшно мучился и думал, как мне показать это все на экране, потому что никаких мертвых никогда до этого не показывали. Я каким-то красным фоном это все закрывал, белым и прочее, прочее. И естественно, у него просто не было выбора стать или не стать президентом Ингушетии тогда, потому что это был брошенный народ. И на самом деле я заглянул, вот открыл на этой странице книжку Бондаренко, и там было написано, что он сказал, что 99% за меня проголосовали, от меня потребовали, чтобы я стал. И мне повезло то, что именно в этот момент я и мой покойный ныне друг, оператор Юра Прокофьев, мы оказали посильную помощь Руслану в республике Ингушетии. Мы создавали там местное телевидение, потому что телевидение все осталось грозным. Изыскал он деньги для того, чтобы купить оборудование. Привезли и начали обучать людей, вот этой журналистике телевизионной. Но это, сама по себе, извините меня, очень сложная задача, потому что, представляете, девочка, которая хочет стать ведущей, ты ее начинаешь учить, а характер такой, ты ей сделаешь замечание, она тут же надувается, а в дверях уже стоит ее брат и так внимательно на тебя смотрит. Очень сложно общаться. Поэтому мы находили разные приемы для того, чтобы ты замечательно это сделал. Но понимаешь, вот если бы я, конечно, я так не могу, как ты, но я бы там вот сделал вот так и прочее. И в конечном счете мы научили, и первые передачи, которые появились в Ингушетии, и они, значит, вот благодаря Руслану появились. А потом меня попросили, он попросил, слушай, сделай вот со мной интервью. И я такую ввели рубрику «Час президента». Он говорит, задавай любые вопросы. И я в силу своего характера, журналистского опыта и мерзости, которая во мне как бы постоянно сидит такая журналистка, я находил самые грязные сплетни в республике. И предъявлял их Руслану Султановичу. Прямой эфир, мы сидим, да, прямой эфир, мы сидим. Я говорю, Руслан Султанович, а вот правда говорят, что вот там вот участок, вот под такой-то деревней, земли, он был спорный. И на него претендовал один из пенсионеров, старых людей. А вы его отдали своему родственнику, как это говорят. Смотри, он багровеет и отвечает мне. И вот этот час, этот час правды, час жестокости, час, ну не знаю, чего еще. А он действительно был в эфире, он занимал это дело, и этот человек, я такого больше не видел, чтобы вот так вот прямой эфир сядь и говорите мне гадости. Вот он мог это попросить, потому что он абсолютно ни в чем не виновен, но это все знали. И все эти как бы гадости, они развеивались потом. Характер. С ним, конечно, сложно, с Русланом было, когда он, все-таки он президент, и он военный еще. И он от всякого воровства, тут же он набирал правительство, потом вдруг раз оно менялось резко, он набирал других людей и так далее. И характер, вот Володя делал книжку о нем, и там у меня одно яркое воспоминание есть, которое характеризует его точно совершенно. Однажды, это был, не помню, 92-й что ли год, на даче у Никиты Михалкова, на Николиной горе, после того, как мы съели какого-то гуся, выпили водочки, решили играть в футбол, Аушев и Михалков. Ворота поставил Никита свою дочку, Начку, которая сейчас известная актриса, со сплетнями развелась недавно и так далее. А Руслан взял себе, ворота поставил сына Явлинского, Гриши, такой вундеркинд, мальчик, который, ну, он все знал, он же и математик, он и литератор, он и что угодно. И вот этот мальчик стоит, Никита хуже играл, чем Руслан. Но когда Никита бил поворотом, мяч оказался там. А когда Руслан бил поворотом, это, знаете-ка, как мартышка прыгал на этот мяч, отбивал его и так далее. И вот сцена, я сижу на бревне, после окончания игры, там 5-0 что ли, Руслан идет рядом с этим, с маленьким Явлинским, ну, такой маленький идет, Руслан идет рядом совершенно разгневанный и говорит, может, ты и гений, но в футбол тебе не играть, он говорит. Вот это неумение проигрывать и постоянная обида какая-то, но очень многое сыграло в судьбе Руслана, в его порядочности, как бы, в его неумении подлизаться, неумении подлечь под кого-то, там, подставиться, найти нужное слово, там, и так далее, и так далее. Поэтому судьба у него героическая, но очень сложная, много раз сломанная, и я считаю, вот это мое личное мнение для себя, что мне очень повезло, то что моя судьба пересеклась судьбой такого человека. Я убежден, что в книжке про него очень хорошо написано. Спасибо большое за то, что вы обратили внимание. Всего доброго. Ну, тоже история уже дружбы насчитывает больше трех десятков лет, и за это время, конечно, масса воспоминаний и веселых, и грустных, и ссорились, и мирились. Есть один эпизод, который вряд ли вошел в книжку, и правильно, потому что проверить его сейчас трудно, тоже сплетня. Мне говорили в 180-м полку, что тетки, которые там, ну, женщины, якобы купили музыкальный сервиз, а там продавались такие пакистанские сервизы с заводом, чайчик поднимаешь, и они там музыку играли, который предназначался той, которая Руслана соблазнит. Якобы сервиз остался невостребованным. Не могу за это поручиться. И у нас есть один товарищ общий, афганский, который звонит мне, когда накатит. И, ну, это случается с афганскими товарищами. И вот он на днях позвонил и говорит, а знаешь, за что я тебя люблю, Михаил Юрьевич? Я говорю, за что? За то, что ты честный. А Снегирева, знаешь, за что люблю? За то, что он умный. А Руслана, знаешь, за что люблю? За то, что он есть. Вот. Это гениальная фраза. И если уж писать книжки в этой чудесной серии, то про людей, которых мы любим, за то, что они есть. Дорогие друзья, сегодня говорить с вами, вот с этим залом, чрезвычайно сложно, потому что чрезвычайно ответственно. вот те люди, которые составляют сегодня зал, и они составляют ум, честь и совесть нашего поколения, мне кажется, это к очень многому обязывает нас. Мы проводим в российской газете презентацию, мне кажется, уже 20-й раз. И в этой связи я хотел бы сказать огромное спасибо творческому коллективу российской газеты, главному редактору Владиславу Александровичу Фронину, потому что они делают прежде всего талантливую, умную газету, но наше сотрудничество еще приводит к тому, что 15 или более авторов, журналистов российской газеты является автором первоклассных книг. Поэтому, дорогие друзья, часть нынешних аплодисментов Владиславу Александровичу и его коллегам, которые сидят здесь, они делают очень сложное, очень ответственное и тяжелое дело. Мы им сочувствуем, потому что издательский процесс сегодня более благополучен. Самое главное, что я хочу сегодня сказать, так пока до сих пор получается, что присутствующие еще не читали книги. И я хочу вам сказать, нас немного, те, кто работали над рукописью, те, кто читали и те, кто знает содержание этой книги. Дорогие друзья, я вас уверяю, мощь этого издания необычайна. Молодогвардейцы склонны к преувеличениям, но стоит вам только прочитать одно предисловие Бориса Селча Громова, оно составляет полторы странички, но там мощные, сильные факторы. Борис Селч сообщает о том, что они являются с Русланом Аушем рекордсменом по пребыванию или почти рекордсменом по пребыванию в Афгане. Он, Борис Селч, пять с половиной лет, четыре года и семь месяцев, Руслан Аушев. Дорогие друзья, это война. Вот здесь большинство взрослых, серьезных людей. Кое-что мы сами видели, кое-что наблюдали, кое-что читали и кое-что смотрели. Друзья, пять с половиной лет войны и четыре года и семь месяцев. Но самое потрясающее, что весь остальной период очень часто у фронтовиков потом начинается долгая послевоенная жизнь, служба со всякими следствиями. Друзья, девяносто третий год мы хорошо помним по городу Москве. Что такое Кавказ, что такое республики эти в девяносто третьем, девяносто четвертом, девяносто пятом. Понимаете, нельзя без потрясений читать вот эти строки. Дважды быть президентом, наверное, это одно из самых серьезных испытаний, которое выпадает на человека, потому что он отвечает за людей, за эту маленькую гордую республику, которая попадает вот в эти тектонические переплеты и сложности. Я к чему об этом говорю, друзья мои, те, кто откроет эту книгу, они почувствуют вот это потрясение, которое построено, между прочим, на реальной жизни Руслана Султановича. А сейчас давайте мы все-таки вот представим возможность ему самому высказаться и задать ему вопросы. Не так часто он появляется на публике сегодня, а вот у вас есть замечательная возможность попытать его, спорчать для него все, что угодно. Спасибо, Владимир Николаевич, добрый вечер. Конечно, я же тоже хочу поблагодарить и Молдую гвардию, и Александра Юрьевича, и, конечно, моего земляка, который там работает, Кадзоева, Бориса. И для каждого, кто попадает, надеюсь, тут много молодежи, которые тоже должны попасть в свои жизни, одну книгу написать в своей жизни. И когда такое будет предисловие, как написал командующий, а я его всегда называю, все мы его называем командующим, Бориса Владимировича Громова, командующих много было в Советской армии, начиная там с 18-го года и кончая Афганистаном, но таких командующих это легенда истории Советской армии и военно-морского флота. Спасибо, товарищ командующий. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, хотел сказать по поводу того, когда меня пригласили в молодую гвардию и сказали, что вот есть такое желание написать. Скажу честно, без ложной скромности я много-то не сопротивлялся. Почему? Потому что вот мои тут земляки, грозницы тут, все земляки, но есть грозненские мои земляки. Когда я был маленький, приходил в такие дома, будем так сказать, солидные дома у каждого, в квартире стояла подборка ЖЗЛ. Я когда так смотрел эти ЖЗЛ, я думаю, ничего себе, великие люди. И вот у меня вот это осталось детское в голове, что ЖЗЛ это что-то там необитаемое, там космонавты, там полководцы, политики. Ну, помните, подборки советские. У кого дома не было ЖЗЛ, тот считался, можно дочку не выдавать, а сына не женить. Это примерно такая картина была. И когда мне сказали, что я тоже попаду в ЖЗЛ, я так, немножко поскромничал, ну, а потом согласился, и Александр Юрьевич со мной месяц или там больше мы работали. Тут еще мне не повезло, опираться была на шейный пацанок, я весь месяц вообще не разговаривал так, как я не знаю, как он все записал и как он там все перевел. Так получилось, но вроде все нормально. Поэтому спасибо, что это произошло. Я очень горжусь, что попал в эту серию. Еще раз всем спасибо. Если есть вопросы, я готов. Давайте придем к вопросам. Кто смелый? Ну, пожалуйста, молодой человек. Здравствуйте, у меня два вопроса. Руслан Султанович, Александр Юрьевич Сергей, молодая гвардия. Руслан Султанович, как часто вы вспоминаете годы, проведенные в Афганистане, что было самым трудным и что вы вынесли из этой войны для себя как человек, как военачальник и как политик в будущем? И сразу вопрос Александру Юрьевичу, если можно, какой-то наиболее яркий эпизод из книги, чтобы вы рассказали, заинтересовали нас. Спасибо. Ну, самые яркие впечатления, ну, они мне сейчас снятся. Афганистан мне до сих пор снится. Разные картины. Но самое интересное, такой у меня сон всегда бывает. Я стою в парадной форме, не могу понять, почему в парадной форме, горы, меня окружают, у меня один автомат, я нажимаю на спусковой крючок, он пластилинный. Я тяну, а он не стреляет. И там просыпаюсь. Вот одна картина. А второй тоже самое стою и потом совсем забываю, какого-то черта третий раз приехал. Ну, все же было нормально, уже живой въехал. Чего ты третий раз приехал? И опять. Ну, а вспоминаем, конечно, сейчас, у нас много сейчас уже праздников всяких, которые хочешь, не хочешь, они вспоминаются в ГОС. Конечно, это главный день у нас, 15 февраля, годовщина вывода ГОС. Потом, хочешь, не хочешь, день защитника, честный, тоже мы вспоминаем. День победы, тоже вспоминаем. Уже вот сегодня, я надеюсь, что мы, наше поколение уже возьмет флаг тех, кто защищал нашу страну в Великой Отечественной войне, потому что, к сожалению, они уже в годах, там, саму, по-моему, Молдову 92 года. Я думаю, что вот это надо поддержать то поколение, нам, а нас уже другие поддержат. Мы очень часто встречаемся, вот тут Кожухов рассказывает, что многие по ночам ему звонят и так далее. Встречаемся. Для нас, чем дальше, тем это все, это целая история, целая жизнь. И, как политики, а главное вынес, что, вернее, так мне помогло, когда я был президентом Ингушетии и думал, что мы не будем делать тех ошибок, которые были совершены в Афганистане. В первую очередь, внутри страны, о том, как строить отношения. И мне вот это очень сильно помогло, когда я, ну что, я был 37 лет президентом республики, когда, как было сказано, здесь границ ничего не было, был конфликт на территории Северной Сети, 75 тысяч беженцев, потом в первую Чеченская война в 94-м году, вторая в 99-м году, в Чеченской республике с самого тяжелого года было 250 тысяч беженцев, не меньше, на территории Ингушетии и так далее. И все это надо было сделать так, чтобы не было, чтобы еще республику не втянули в конфликт, а таких желающих было очень много, втянуть. Почему? Ну, что там говорят, это так оно и есть, что мы вратские два народа, всем хотелось вот как-то разыграть. И эту историю разыграли в 92-м году, потом в 94-м, в 99-м и так далее. Поэтому это все давало мне опыт, как решать это. Афганистан очень сильно помог. И то, что я видел в этой, там же в Афганистане в принципе была гражданская война. Там Афганистан, афганцы между собой воевали. Разные были течения, разные и так далее. Поэтому вот, что бы я хотел ответить. Вот что бы вы посоветовали, в каких красках рисовать эти две даты? Такие, вот или вывод? И вот, и вывод. Ну, во-первых, это наша история. Я вот сегодня уже задним числом понимаю, что, ну, лучше меня, конечно, командующий это сказал бы. Потому что он, тут я бы еще добавил, больше его по Афганистану никто вам не расскажет. Почему? Потому что у нас командующие не просто военные. Наши командующие занимались больше политикой. Тем более, Борис Элдович, он был еще представитель генштаба. Это уже была политика. И он и военные вопросы решал, и больше даже политические вопросы. Конечно, мы защищали свои интересы. Конечно, было понятно, что история там, которая складывалась в 79-м году, тем более после революции в Иране, все было понятно. То есть, другими словами, интересы государства защищать надо. Но их надо защищать так, чтобы потом не было таких последствий, как мы попали. Вот другими словами, вот зачем мы начали воевать? У нас сошли, встали, дружески на Афганистан, есть афганская армия, есть афганская руководство, пусть они занимаются со своими населениями. Мы встали и наблюдаем. Что сделали сегодня американцы? Вот говорят, вот американцы находятся в Афганистане уже с 2001 года, 17 лет. Еще ничего не сделали. Но! А я говорю, они там не собираются ничего делать. Они сделали главную вещь. Они поставили четыре, или сколько сейчас, не знаю, мощных баз. Кабул авиационный, самая большая, Баграм авиационный, Джалабад авиационный, Шиндан, и Кандагар. Все! Закрылись. Афганцы там занимаются внутри. Они создали мощные базы. Почему? У них выход сюда есть. Вот тебе Иран, вот тебе Китай, вот тебе на севере Средняя Азия, Казахстан, вот тебе Персидский залив. Все! Они в любую сторону могут вылететь и нанести там, выполнить свои задачи. Вот о чем речь идет. И второе. Никогда нельзя навязывать народу свою образ жизни. Давайте, мы же в Афганистане все были. Ну какие выборы в Афганистане, когда нет телевидения, радио, грамотности нет, и мы там какие-то выборы пытались, в смысле, вот американцы пытались, американцы. А мы что делали? Пионерские отряды, комсомольские отряды, эти, колхозы, совхозы, тоже было неправильно. Люди глубоко религиозные, а мы им что сказали? Отделите религию от государств. То есть, интересно отвечать надо, надо учитывать многие факты этой страны, в какую страну мы попали, что это, если там, допустим, зашли бы во Францию, если бы, ходите в паранже, что ли, они скажут, что у нас образ жизни другой. Или с французов пришли в Афганистан, скажут, выбирайте паранжу. Поэтому вот вот эти вещи, которые я бы считал, что надо учитывать. Так, спасибо. Спасибо. Поэтому великолепно было. Давайте вопросы еще, если вопросы есть. или будет заканчивать. Как? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok